Ребята, всем здорова! Сегодня снова поговорим о этом прекрасном снаряде, который называется ВИНГ. Так как многие спрашивали меня после нашего видео в инстаграме о том, как правильно его управлять и что нужно для этого делать. Итак, ВИНГ имеет один поперечный баллон и один центральный баллон. 3 шлейки на центральном баллоне и 5 шлейк на поперечном баллоне. Накачивается точно также как Айт через центральный клапан. Вот в этой штуке. ВИНГ имеет всего лишь один размер, это 4 квадратных метра. Этого вполне достаточно для того, чтобы кататься, не перегружать руки и кататься где-то от 6-7 метров в секунду. В данном случае, вот сегодня мы будем пробовать кататься с ландбордом по асфальту. Значит, как им управлять? Сейчас я покажу положение, при котором тяга ВИНГ минимальная. В отличие от ВИНСЕРФИНГа летает над головой, а не перед головой. В этом положении получается паруса тяга минимальная. Сейчас мы можем воспитывая бежать. Если мы хотим поехать, создать тягу паруса, первое наше положение мы ближней рукой, допустим, если мы хотим ехать влево, мы перебираем и собираем шлейф перечного болота. В этом положении мы чувствуем тягу, но парус просто перебежать, нету точки в этой обходе. Только мы закрываем парус, берем заднюю руку, встанем на крайнюю шлейфу. Вот таким вот образом. Мы получаем тягу. Получается один кловит ветер. Сначала левый, потом правый. Значит, сейчас мы создали тягу, сейчас его управляемся на ветер, видно как парус натягивается. Прекрасно. Так, а за чего создали пять шлейф? Как только мы, предположим, ветер от Сильваса, мы чувствуем, что мы находимся на воде, к примеру, с гидрофойлом, мы чувствуем, что тяги винга много, мы можем генерировать меньшую тягу. Чуть-чуть, на счет того, что мы перебрасываем руку на другие шлейфы, тогда тяги будут меньше значительно. В этом положении тяга, как бы, такая, очень умеренная. Сейчас, если с этой, то здесь тяга максимальная. Значит, это понятно. Винг мы используем, в любых местах, где есть хорошо, допустим, продуваемое место и дует хотя бы 6 метров в секунду. В чем плюс этого снаряда? В том, что география мест для катания, она расширяется молниеносно, так как мы можем теперь кататься с деревьями, со зданиями, со всем чем угодно. Так как с кайтом у нас такой роскоши не было. Сейчас эта история исчезла. Поэтому нам не нужна трапеция, стропы, не нужны гики, ничего. Просто вот этот снаряд, насос и доска. Все, что нам нужно. Сегодня мы немножко покатаемся, попробуем покрутить в разные стороны, мево и вправо. Посмотрите, что из этого получится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Всем спасибо за просмотр. Пис.